Всем добрый день! Сегодня я хотел бы поговорить про новое обновление в Slab Battlese. А если конкретнее, то я хотел бы обсудить новую секретку в Slab Royale. И нет, я не буду говорить, что добавили новую перчатку Cloud, добавили новые эффекты для Overkill'а, изменения турнамента, новая музыка на тарелке, кстати, очень крутая, прям очень. И то, что теперь GoodHands стоит 30 тысяч слабов, всё дороже и дороже. Нет, я именно хотел бы обсудить новую секретку, которая хоть и незначимая, но секретка, и может она кому-то понравится. И да, эту секретку мы находили на стриме, наши ребята сказали, что она была уже давно, и мы тогда её продолжили искать. На самом деле, мы её нашли почти в самом начале. Ну так вот, где её найти-то? Во-первых, заходим в Slab Royale, что логично, потом летим в зону Снежной горы, там ещё будет такой деревянный домик. И так вот, при заходе в деревянный домик, вы увидите столик, на котором будут лежать две записки. Эти две записки это новая, так сказать, секретка, хоть и незначимая, как говорил, но всё же является секреткой. И на этих двух записках что-то написано, ну как логично на английском языке. Ну так вот, я для вас предоставил перевод, наверное, давайте уже зачитаю, чтобы уж поняли, что там написано. Первая записка. Всё, что я хотел, это информировать их. Давать им новые данные, когда они в них нуждались. Но было ли этого достаточно? Нет, конечно не было. Они хотели, чтобы я умер. Сгинул. Я был здесь лишь неделю. И был так добр к ним. А они отвернулись от меня. Они хотели, чтобы я умер. Это я им и дал. Эта реплика должна была удовлетворить их, что это был я. Вернутый, ну, ножом. Мёртвый. Я больше не хочу быть гидом. Я хочу быть собой. И надеюсь, на этом новом острове у меня есть такая возможность. Надеюсь, я больше их не увижу. Ну, в принципе, вот такая вот интересная записка первая получилась. Вообще, ну, мне вот лично, конечно, ничего почти не понятно, но я о том с вами не скажу. Ладно, давайте теперь вторая записка. У меня никогда не было нормальной жизни. Я никогда не мог жить в мире. Куда бы я ни шёл, они найдут способ превратить мою жизнь в сущий ад. Они повесили меня на постеры розыска. Они обвиняют меня в преступлениях, которые я не совершал. Я знал, что они не останутся довольными. Они никогда не останутся. Я думал, я смогу начать с чистого листа. Начать новую жизнь здесь. Но я был неправ. И теперь вынужден вновь покинуть это место. Мне нужно найти новое убежище. Но я знаю, почему бы я не пришёл, они найдут меня. И если так, я не уверен, смогу ли я продолжить бежать. Если они найдут меня вновь, я не побегу. Ну вот такие две записки получились. В принципе, интересно. В них есть сюжет, как я понимаю. И мы можем понять, что на этом острове в Слопраяне были люди. Ну, кстати, хотя бы один человек. Ну и другие его преследовали же. И он жил в домике этом деревянном. Как раз он оставил, как я понял, свои записки после ухода. И, как мы можем понять, он ушёл на новый остров. И новый остров, походу, это новая карта Слопраяль. Это я предполагаю. То есть, будет две карты, скорее всего. Либо просто изменят. Либо. Ну, просто это сейчас догадка. Так что не воспринимайте это всерьёз. Скорее всего, будет мини-эвент. И мы можем найти его, будем. То есть, будет какой-то, наверное, МПС. То есть, первая реальная человек. Либо просто, типа... Не знаю, может это Боб его преследует. Может быть, преследует вообще его Тенселл. Я говорю, это всё догадки. Так что, ну... Можете не слушать меня. Я вообще говорю, фигню полную. Я не надо слушать. И... Ну, вообще, реально интересные записки. В них сюжет. И вот так вот всё. Конечно, внезапно это появилось вообще. Вроде обновление-обновление. Тут нати записки с сюжетом. И, как я думаю, да. Ну, всё же, я склоняюсь, что будет новая карта. Если он убежал. Либо будет новый мир. Может, не слабая, но всё же мир. Ну, так вот, ребят. Спасибо всем за просмотр. Это всё, что я хотел сказать. Больше у меня нет информации. Все мои догадки. Все мои, так сказать, перевод, который у меня есть, получил. И да, спасибо, Арифлан. Да, если я ошибаюсь правильно, твой ник прочитал. Извини, если я не ошибся. Спасибо ему за перевод. Он даже мне, так сказать, разрешил. Я у него спросил. Ну, так вот. Ещё раз спасибо всем за просмотр. Увидимся. Пока. Да, ребят, в конце сейчас хотел просто дополнить, кто досмотрел. Это мой первый опыт, так сказать, с микрофоном. Я имею в виду, я так ни разу не делал. Точнее, не делал, но мне плохо получалось. И сейчас тоже я вот сейчас монтирую. И сейчас думаю, блин, что-то мне как-то аж не нравится, что у меня получилось. И имею в виду, с микрофоном мне прям некрасиво получается, мне кажется. И если вы так считаете, можете написать. Если вам нравится, наверное, я буду продолжать такой формат. Но я как-то сам не уверен, потому что я не могу, предположим, делать видео с такой вот интонацией. Мне сложно. Прям реально. Ну, я говорю, если вам нравится, я постараюсь продолжать. Всё, теперь точно до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok